Хе-хей, доброго времени уток друзья, прошел я значит второй Last of Us, и знаете, очень двойственное ощущение у меня. Вроде бы и классная история, сеттинг, драма такая, прям раскрытие персонажей, вроде бы даже какая-то мораль, но геймплей вообще никак не изменился с первой части. Графика, ну местами графика выглядит настолько реалистично, что больше похоже на картонную. Нет во второй части и таких клёвых пейзажей, видов, ну точнее есть, но их очень мало по сравнению с первой частью. Хотя тут вроде мир идет на поправку, или нет. Сюжет, несмотря на все, слишком уж... Какого хрена? Вот всю игру я наверное сидел с этой мыслью, какого хрена тут происходит? В общем, много можно рассуждать о том, что понравилось, что нет, сегодня речь о другом. Синти студио подогнали мне несколько своих паков моделей, за что им большущее спасибо, и с этими моделями я решил запилить небольшую игрульку. В паке были модели билбордов, на которые вешается реклама, и вместо того, чтобы вешать туда заранее заготовленные статичные картинки, я выбрал отличный вариант размещать на них настоящую рекламу, за показ которых буду получать денежку. Самый сок в том, что реклама может показываться не только на мобильных устройствах, но и на ПК, VR и даже на консолях. Интеграция так вообще изи. Качаете SDK, импортируете в Unity, ставите баннеры и настраиваете тематику рекламы, все очень просто и красиво. Так что это хороший вариант, чтобы сделать бесплатную игру с рекламой для ПК, или увеличить доход от платной игры, пусть даже не онлайн, а какой-нибудь онлайн шутер или гонки, так как вообще золотая жила. Также круто и то, что сами баннеры легко построить по форме, и все это делается внутри скрипта. Поэтому вы запросто сможете сделать баннер на футбольном поле, гоночном треке и просто на билборде. Вы можете сделать баннер подсвеченным или наоборот матовым. Можете дублировать баннеры, причем они могут показывать видеорекламу, и все это не роняет ваш фпс и занимает около 1 мегабайта. К тому же все это бесплатно, есть удобная аналитика в реальном времени и сортировка баннеров. Выплаты происходят раз в месяц. Короче, это бомба, и ссылка на нее в описании. Не так давно я показывал подробную установку этого SDK, но они успели сильно обновиться, поэтому я вскоре запишу обновленный гайд, если вам, конечно, интересно. Но вернемся к нашему Last of Us. На мое удивление, игрульку даже неплохо так восприняли, особенно в инстаграме. Вы ведь смотрите мой инстаграм, да? И многие писали в шутку, что это третий Last of Us. Шутки шутками, а чего бы нет? Мне стало интересно, насколько это возможно, используя один из моих самых популярных шаблонов. И в этом ролике вы узнаете, возможно ли на нем сделать игру хотя бы похожую на Last of Us. На фоне я буду показывать ускоренный процесс создания уровня, сам принцип я показал вот в этом видео. Если еще не смотрели, обязательно гляньте. Что у нас вообще есть в геймплее Тлоу? Персонаж от третьего лица с пушками. Ну, здесь вопросов никаких. Персонаж есть, пушки есть. Однако, система оружия не самая удобная для настройки. Нет возможности выбросить или подобрать пушку. Это все надо прописывать самому. И, к слову, это геморно. Сделать простой подбор патронов было достаточно сложно, учитывая всю архитектуру Ассета. Не знаю, почему здесь не предусмотрели хотя бы подбор патронов, учитывая, что автор Ассета фанат Last of Us. Но, как я и говорил, прописать это самому вполне реально. Так что, идем дальше. Укрытия. С укрытиями здесь тоже все достаточно неплохо. Есть низкие укрытия, есть высокие. Мы можем их перепрыгивать или забираться на них, вести огонь из укрытия и бросать из-за них гранаты. Стелс также завязан на укрытиях. Если вы за ним, то враг вас не заметит даже в относительной близости. Но, опять же, расстояние можно настраивать. Но, в целом, стелс в этом Ассете слабоват. Я сделал целый уровень для теста разных ситуаций и скажу вот что. Здесь две крайности. Либо враги тупые, как камушек, и делают вид, что вас не заметили. Либо они офигеть какие скоординированные, переговариваются по рации, сообщая об угрозе, прибегают на звуки выстрела или убитого товарища. И тут-то вся проблема. Убив врага по стелсу, с глушителя, издалека, враг, увидевший это, побежит четко к вам. Он уже будет знать, где вы. И даже если он вас не видел и стоял к спиной, он все равно будет знать, где вы. Лично меня это раздражает. И это как бы неправильно. С отвлечением внимания тоже не все гладкое. Здесь в туннеле с одним врагом все работает как надо. Бросил бутылку, он пошел к ней. Кстати, это я тоже делал сам на основе броска гранаты. Изначально тут такого не было. Но в доме, где несколько врагов, бросок к бутылке мгновенно выдает ваше местоположение. Это странно. Сделать скрытое убийство со спины можно, но опять же на костылях. Изначально оно здесь не прописано. И это как-то тоже странно. Ведь стелс в этом ассете играет не последнюю роль. И кто, если не автор, мог бы сделать это красиво правильно? Передвижение. В тлоу персонаж мог плавать, лазать по лестницам, забираться на уступы, ходить по тонким выступам и балансировать на узких досках. Здесь мы имеем только забирание на уступы и перелезание через невысокие препятствия. А еще можем сделать уклонение. Все. Таскать лестницы, заводить генератор и открывать двери наш персонаж тоже не умеет. Катание на лошадях или на машине возможно подключить через сторонние ассеты, но опять же геморно. Как видите, сделать ласт оф ас на этом ассете можно, но придется многое добавлять самостоятельно. А это время и силы. Гораздо удобнее взять тот же ультимейт характер контроллер и возиться уже с ним. Там уже есть все, то что я перечислил выше. И к тому же можно добавлять собственные состояния, экшен и все в таком духе. Там уже есть система лута, инвентаря. Подключить туда умных врагов тоже не составит большого труда, используя дополнение бихайвого дизайна. Если захотите делать это без строчек кода. Но и по цене конечно выйдет подороже. Однако делая игру подобного жанра, не стоит рассчитывать на малые траты. И не обязательно это могут быть деньги. Сил вы сюда вложите намного больше. Поэтому делать из этого проекта ласт оф ас нет смысла. Но есть смысл сделать из него просто неплохую стрелялку с элементами стелса, зомби апокалипсиса и хорошей историей. В которой отец ищет свою дочь в этом жестоком полуразрушенном мире. Если вы хотите поддержать этот проект, просто подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк под этим видео. На связи был Арталаски, жду ваших комментариев. Пока. А еще не забывайте про мой инстаграм и второй игровой канал. Ну а теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok